всем привет сегодня буду рассказывать как сделать одну снасть для ловли пехерея это у нас в аргентине так называется рыбка такая как вам сказать охотник такой она поедает других рыб приходит к нам по этому самому и со стороны океана в реку Буэнос-Айрес по холодной воде летом как правило их нет они уходят на холодную воду в океане есть там а вот зимой поднимается по холодной воде к Буэнос-Айресу здесь их ловят специальной снастью потому что они охотятся на малька вот я буду делать для себя заодно покажу как я делаю вдруг где-то в других районах есть какая-то другая рыба похожая которая тоже охотится на малька или на филе другой рыбы может пригодиться для ее ловли то есть каждом не знаю я всех мирно в мире может есть какая-то которую это снасть пригодится или какой-то рыболов что-то возьмет кусочек какой-то себе что-то доделает переделает мы это используем для этого пехерея кто хочет посмотреть как этот пехерей посмотрите мои предыдущие видео там есть ловля пехерея они показывают что это за рыбка и как этой снастью мы и ловим а сейчас расскажу про то как ее изготовить можно взять пластиковые поплавки купить можно самому сделать как сделать поплавочки я вот показывал тоже предыдущем видео надо скользящие поплавки можно вот таких вот разных размеров лучше белый хорошо видно если темная погода если против солнца конечно смотришь конкретно белый плохо но во всех остальных случаях если солнце сбоку и не против солнца то очень хорошо работает плюс у нас к примеру чем меньше поплавок тем лучше клюет больше поплавок для чего для того чтобы если забрасываешь очень далеко если забрасываешь далеко от берега и он плавает там его надо увидеть потому если это белые поплавки как я показывал можно подкрасить еще идея можно сделать таким образом чтобы его видно к примеру взять вот такой поплавочек и на вот на эту пластиковую шпажку одеть еще маленький вот такой его покрасить красным тогда когда будет клевать будет подниматься бы хорошо видно вот этот хвостик так что это просто даю идеи каждый разберется сам шоем может какую-то часть из этого все возьмет основную леску леску я буду применять где-то 0 4 вот это такого размера это будет основная такая два метра такой отрезок потому что у нас и побольше делает и по три метра делает по четыре метра он тогда и забрасывать на удилищами по 4 метра иначе не забросишь такую длинную снасть у меня удилища такие по 270 я делаю себе такие где-то двухметровые снасти на 4 поплавка по расстоянию 60 сантиметров между поплавками на 4 крючка вот для этого я буду применять все зависит от того где вы ловите если большие около моря значит там крючки побольше и заброс подальше и это самое и они плавают кстати кстати одна маленькая если здесь будем сайт я буду применять вот такие крючочки вот номер шесть номер четыре это достаточно потом надо такие вот противозакручиватели иметь вот эти вот бусинки и еще я применяю нитку это нитка в основном ее часто применяют для того чтобы крючки к пробке привязывать кто знает как на пробку ловить или другим кормушкам для карпа в основном применяю это нитка это который под подкладывается под леску на катушку есть ли лески малый надо выбрать под низом то у нас пока такую нитку вот ее использую она очень крепкая вот тоже видите написано что какая у нее там это самый 9 и 1 килограмма может выдержать и хорошо затягивается то есть вот и ее для узлов стопорных использую значит потом надо какой-нибудь штука чтобы и последний поплавок для забросов тоже зацеплять и все насчет поплавков вот этих последних сейчас покажу чуть их не разнообразие так сейчас я буду рассказывать показывать как сделать линию но в конце этой линии вот такие вот поплавки такой стиля вот привязывается вот в основном вот эти если это плавающий такой поплавок растяжка будем так его называть я не знаю как она на русском праве называется вот это значит он в конце линии забрасывается течением или чем относится и раз таким образом растягивать всю линию в ряд для чего вот эти поплавки применяются это тоже интересная штука или вот эти два таких и два таких этот поплавок то же самое в принципе растяжка на если надо линию держать на на одном и том же месте пример вот пускай так полежит чтобы его было видно если надо чтобы она не плавала все время по течению а лежала в одном и том же месте значит вот сюда мы линию прикрепляем конец линии сейчас я буду делать покажу вот в это место здесь мы прикрепляем ну вот у нас к примеру где-то около трех метров надо прикрепить леску и груз грузик там 100 грамм 120 грамм какой вам там нужен зависит от течения в чем прикол линия и так два метра три метра и еще если вы будете леску с грузом который упадет на дно и будет держать линию 6 метров чем вы забрасывать будете так вот этот прикол заключается в том что один конец лески здесь три метра или четыре или сколько там вас глубина чтоб до дна достала хорошо может хоть и 6 метров леска и груз в конце берет это все сматывается вот в это место вся эта леска и потом груз вот на этот хвост подцепляется вот на этот хвост и вот он так раз когда она сматаная он так висит вот еще есть зазубрина он раз и висит и вот это все хозяйство висит на спине на линии которые будем забрасывать и тут висит этот груз когда забросили он улетел упал она упала на воду начинает раскручиваться груз перевешивает и начинает раскручиваться и сматывается и тогда достает до дна и там уже лежит на дне и это раскрутилось все это 6 метров 4 3 метра все зависит от глубины и таким образом это уже стоп стопорится на грузике и вот нормально во всем случае не знаю может кого-то это тоже используется ну может кто и не знает об этом показать вот это для тех что когда течение или когда один далеко забрасываем и хотим чтобы на месте лежало вот это вот цепляем вместо этой простой поплавка цепляем вот такой поплавок который будет нести на себе груз который размотается и ляжет на дно так теперь приступим делать саму линию так для удобства для удобства работы я использую такой вот у меня есть домашний маленький станочек я в своих видео показывал куда я дрель зажимаю там что-нибудь подшлифовать еще что нибудь ну вот и для удобства тоже чтобы линии делать чтобы мастерить я его тоже применяю здесь я только доделал после того что показывал вот станок у меня там самодельный этот шлифовальный токарный или что там часто для рыбалки его на применять вот я доделал взял две винные пробки вот такого не можно из корка а можно любые в общем а можно пластиковые прикрутил их вот так и вот надрезы сделал чтоб сюда можно было леску так зажать и мне удобно вот я натянул и здесь я работаю то есть мне это чисто для удобства кто ходит может просто в руках это все делать значит так первое берем леску такую где-то ну я буду брать 0 45 скажем так к диаметру и сделаю это два метра отмерил моем случае обду по своих спиннинги делать два метра двухметровых кто хочет больше может больше сделать и делаем петлю вот я отрезал все на двухметровый делаю просто петлю которая будет ну восьмерочка и скажем так эту петлю сбацаем нему мы будем вот этот привязывать как говорят поплавок грузила или как его там назвать любое или одно или второе ну вот это будет окончание нашей линии вот восьмерочку смочили затянули лишнее обрезали все готово сразу чтобы сильно не путаться какой нибудь как он там называется в общем чтобы защелочку потом поплавок этот прищелкивать вот сюда и тоже ее сразу тут же установим таким образом мы знаем что это уже у нас окончание так сказать этой линии все сюда мы будем вот эти вот поплавки которые большие привязывать в конце она будет висеть тут поплавок все первый замер ну я тут вот установлю себе где мне удобнее работать вот так чтобы было видно от этого края мы отступаем 25 сантиметров понятно все это приблизительно кому удобно 20 пусть отступит 20 я рассказываю как в принципе мне удобно вот 25 сантиметров приблизительно вот где-то вот в этом месте вот в этом месте месяц от края 25 сантиметров и здесь я должен сделать сама затягивающая петельку вот но крепко не для того чтобы она двигалась и для то чтобы она хорошо стояла чтобы не делать узлы на основной леске и для этого не как говорят не теряла свою прочность леска значит петельку я думаю многие знают но кто не знает берется вот нитка вот у меня основная леска и делается вот такая петелька вот такая и представляю ее сюда вот к леске эту петельку прижимая ее вместе все вот этот хвостик что остался надо пропустить в колечко 5-7 раз вот так обвернуть его чтобы нитка вместе с леской обвернулась 5-7 раз очень кстати удобная штука когда начинаешь начинаешь применять очень часто можно использовать как нету каких-то стопорков с ниточки быстро сделали и все и застопорили какой-то регулируемый поплавок с ниточки быстро такой узелок сделали все у вас все готово очень удобная штука берите на вооружение пригодится будете только радоваться все вот примеру эти теперь за два хвостика за два хвостика нитку затягиваем оказываю медленно как она сворачивается ладно скажем так смочим ее и если концы большие можно руками если кончик тут небольшой остался вот я делаю на то место куда хочу навел я себе отметил я беру такие маленькие плоскоупчики за один и за другой буду медленно затягивать чтобы видно было в камеру как получается какой-либо все вот вот такая затяжка видите а если еще хорошо затянуть все это намертво а если не очень хорошо или то можно силой так вот подвигать это вот потому они есть такой движущийся эти хвостики обрезаем все леска у нас осталась прямая под низом под узлом этот узел хороший стопорный узел хороший стопор получился что мы дальше делаем берем вот эти бусинки и берем такую штуку как вот эти вот противозакручиватели сюда мы будем потом поводки с крючками цеплять значит идем на следующий край который на свободный остался берем одну бусинку одеваем одеваем противозакручиватель и снова бусинку я сделаю один полностью как говорят этот монтажа одной части а потом повторится можно будет четыре раза и получится я вот бусинка и противозакручиватель пропускаем его сюда чтобы он до узла дошел все это листки вот так и вот он пришел к узлу сейчас я так подвину немножко чтобы камеру было удобнее видеть это все хозяйство то я сюда его перетяну да и неудобнее вязать вот я потянул этим и хорошо этот вот станочек который с пробками своего здесь могу тянуть и закрываю бусинку снова узлом только оставлю чтобы она немножко ходила чтобы не было совсем плотно не так вот зажато оставлю пускай там ход будет у нее почти почти сантиметр это кстати очень тоже есть в этом свой прикол почему надо оставить этот сантиметр потому что когда рыба мелкая или не очень как говорят слабая скажем так то она не очень рьяно клюет не очень сильно бьет и не может сразу подсечься может уколоться и не подсечься значит вот этот ход который закручиватель имеет и потом такой же немножко ход еще сантиметр полтора мы оставим на этом самом на поплавке скользящим вот это дает ему потянуть и не чувствовать ничего и он больше его заглотит и потом удариться и подсечется вот это есть как бы в этом тоже свой прикол надо оставить вот этот ход значит все вот затянули вот 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 здесь я оставлю этот ход про который я только что все тут уши прожужжал затянем обрежем следующее что мы будем делать будем одевать поплавок так я сюда использую поплавки это я себе готовлю для недальнего заброса потому использую вот такие поплавочки маленькие и без этих хвостиков потому что с хвостиками для более чуть чуть дальше я уже сделал значит использую вот такие поплавочки вот как мы и делаем то же самое берем бусинку поплавок и бусинку все гоним это ставим рядышком на каждый крючок около закручивателя свой поплавочек вот когда будет клевать любой из поплавков который видите поклевку значит все тянете бывает хорошие дни стайка подходит так что некоторые я сам еще не вытаскивал но рядом со мной так сказать мужичок который ловил то вытаскивал по 4 по 3 по 4 штуки за раз прицепленных один раз чуть чуть пятый дни вытащил чтобы 5 вместе было и он ловил на 5 поплавков один сорвался по ходу когда вытаскивали именно как бы отцепился скажем так а 4 он поднял я делаю ну не очень длинная удочка я делаю на 4 и мне это достаточно сейчас вот я с этим закончу и расскажу дальше еще один момент в этом всем вопросе вот так здесь тоже то что я рассказывал надо оставить вот вот ход для поплавка можно ближе подтянуть и потом затянуть вот так к примеру хоп смотрите оба думаю в камеру видно что узел получается очень крепкий и очень очень качественный вот 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 этот ход для того чтобы подсекалась немножко лучше успевал заглотить и подсечься теперь отмеряйте чего хотите от первого узла или там от последнего это как вам нравится но все давно повторится через 60 сантиметров вот я сейчас буду отсюда отмерять 60 сантиметров и повторюсь так установлю 4 поплавка потом покажу дальше не буду тратить время на то чтобы повторить все снова и так это последний поплавочек готов значит после него отступаем вот уже четвертый вот тут я уже имею вот три и это четвертый последний значит от него 25-30 сантиметров все это не так принципиально и завязываем петельку которой будем цеплять это все хозяйство к спиннингу тоже там обычную восьмерочку все и готово вот так сейчас это все завяжем лишнее обрежем получается ну где-то около двух метров эта снасть так как я точно два метра не отмеряю я так наглазкой говорят руками растянул два раза вот тебе и два метра а так вообще то получается ну где-то два метра эта снасть и у нас готовы вот такие штуки теперь нам надо подготовить к этому вот так сказать крючки крючки все зависит от рыбы маленькие большие какие вы там собрались брать у нас пока что вот маленькие буду брать шестой номер потому что хочу чтобы поменьше как бы терялось поклевок так как у нас приходит не очень большой если ехать на реке там большой там побольше надо было а здесь маленькие уплывочки маленький крючок но зато очень хорошо ловится вот вот а если вы рассчитываете на очень большую так берите соответственно и крючки побольше ну вот отбираем 4 крючочка сейчас будем привязывать покажу тут есть вот немножко фокус именно для хречка чтобы его хорошо подловить как их привязать а в основном все остальное и еще про длину можно я буду делать стандартную длину которую мне приблизительно она будет 20 сантиметров длина поводка я имею ввиду а еще некоторые делают допустим так там на один крючок 20 сантиметров на другой там 25 на третий 30 35 или в таком духе ну в общем чтобы ловить на разной глубине что тоже в принципе заслуживает внимания можно сделать так поводки немножко разные и таким образом ловить на разной глубине ну у нас он ходит больше под верхом потому я буду делать такие где-то 20 сантиметров ну соответственно леску возьмем потоньше вот у меня есть тут потоньше который поводку на поводок и привязываю его очень простенько и она хорошо хорошо подсекает что вот уже мы попробовали он очень хорошо срабатывает значит вот пропустил так сказать делаю тоже как бы я часто пользуюсь там обычная вот эта восьмерка узел то есть он мне нравится никаких сложностей очень крепкий никогда не развязывается так и делаю вот такой узел восьмерка сюда пропускаю крючок в средину свожу петельку назад так не развязалось еще дай сейчас ну секундочку чуть-чуть перееду потому что когда на камеру как всегда получается немного как говорят ну вот зацепили раз провернем заведем опустим чуть ниже небольшая вот эта восьмерочка вот я ее так покажу и ниже крючка ее затянем вот здесь для чего для того чтобы крючок не был жестко закреплен а висел в петельке он мог хорошо двигаться вот это я имел ввиду вот этот прикол видно да что он висит в петельке хорошо хорошо двигается и хорошо все подсекается на нем очень даже хорошо работает вот такая система привязки крючков у нас во всяком случае она работает прекрасно ну и все беру к себе там 20 сантиметров отмерил приблизительно тоже понятно если туда-сюда сантиметр никого это не будет особо волновать и делаем вторую петельку это поводок будет готов такой вот раз все затянем его и таких делаем 4 поводка это таким образом для таких рыб которые под верхом ходят это будет очень очень хорошо также делает и длиннее поводки и эти вот побольше поплавки делать их цветными пластиковыми тоже можно покупные брать это если закидываем подальше берем по это если на пиранью если на пиранью потому что здесь часто обгрызают пираньи то надо тогда уже поводковый материал с металлом немножечко чтобы пиранья не отгрызла потому что у нас еще пираньей можно наловить для желающих покушать пиранью в Буэнос-Айресе их ловите так что сейчас приготовлю эти четыре поводка да кстати вот сходил в субботу ловить снимал там так сказать про пехерея фильм там я поймал семь штук вот снасть у меня была покупная я ее на набережной купил она мне не очень понравилась я ее уже переделал и вот субботу вечером я сделал вот эти вот снасть как сейчас просто сейчас делаю еще одну и поймал в воскресенье не снимал недолго был где-то пошел на часиков 8-9 вот так где-то в этих краях и побыл там два уже дома возвратился значит поймал и 14 штук так что вот кстати чуть-чуть не забыл с этой работой и всем у нас просто не выходной сегодня и замотался забыл сегодня 9 мая всех поздравляю с днем победы над Гитлером вот великий праздник я всегда поздравлял в этот раз немножко замотался так что вот так всех поздравляю ветеранов там уже почти не осталось но все-таки они еще есть да и просто людей не ветеранов тех которые этот праздник дорог которые его ждут и празднуют так что вот всех поздравляю с 9 мая с днем победы я уже говорил что мой отец тоже уже его нет но он бывший ветеран был всю блокаду Ленинграда войну прошел был военным медиком офицером и закончил аж финскую так что для меня этот праздник не меняется от политических взглядов всяких так сказать но прибывших или убывших политиков для меня этот праздник каким был таким он и остался и наверное в моей жизни он уже таким и будет так что с праздником я сейчас последний крючочек доделаю вот и практически сейчас покажу как я их тут зацепляю я думаю что рыбаки то знают как тут на эти ветюшки цеплять на всякий случай вдруг кто первый раз посмотрит скажет а как он туда потом это приделывает ну все вот у меня есть четыре поводочка все они на таких болтающих сюда они здесь цепляется очень просто вот за эту штучку вон там и вот так вот просто намотать на эту пружинку и все таким образом если что-то оборвалось быстро и заменяется вот готов поводочек вот так его положу ну вроде бы все про эту снасть рассказал если что пишите если у кого-то есть похожая идея или похожая снасть то есть как похожая то есть на такую рыбу которая вот так вот под верхом хищничка ловят то тоже напишите будет интересно узнать может здесь в Буэнос-Айресе тоже можно что-нибудь новенькое применить всегда обмен опытом полезен так что пока и до следующего видео